Город 112 в эфире. Как всегда в это время я, Андрей Чумаков, готов рассказать вам о самых громких происшествиях и криминальных событиях дня сегодняшнего. Вот некоторые из них. Восемь ножевых ранений в качестве благодарности за гостеприимство. Полицейские задержали агрессивную краснодарку, ранившую своего знакомого. Вместо 7 миллионов рублей по страховке до двух лет тюрьмы задержан краснодарец, угнавший свой собственный автомобиль. Теперь подробности. Краснодарские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на местного жителя. Злоумышленник нанес хозяину дома удар ножом в область правой ноги, после чего похитил телевизор и мобильный телефон. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение из скорой помощи. Врачи рассказали, что приехали на вызов в садоводческое товарищество «Родник». Один из его жителей, 48-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии. У него ранение ноги. Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что он стал жертвой налетчика, притом тот был его знакомым. Незадолго до случившегося мужчины распивали спиртное. В результате поссорились, и один из них схватился за нож и нанес им удар в область ноги своего оппоненту. Оставив истекающего кровью приятеля, гость прихватил с собой телевизор и мобильный телефон и скрылся с места происшествия. Буквально через несколько минут полицейские во время отработки прилегающей территории нашли подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Свою вину он признал на первом же допросе. В отношении него уже возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. И еще об одном случае, который закончился поножовщиной. В Славянском районе возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней женщины, которую подозревают в покушении на убийство своего знакомого. По версии следствия, женщина приехала в поселок Забойске из Краснодара. Там она через свою приятельницу познакомилась с 25-летним местным жителем. Ей негде было переночевать, поэтому молодой человек пригласил ее к себе домой. На следующий день рано утром между новыми знакомыми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Во время ссоры гостья 8 раз ударило ножом парня в грудь и спину, рассказал наш источник в следственном управлении комитета по Краснодарскому краю. Осознав, что совершила преступление, девушка сама вызвала скорую помощь. Пострадавшего госпитализировала приехавшая бригада врачей. Он выжил. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Рассматриваются вопросы о заключении женщины под стражу. В Геленджике завершилась операция по спасению автотуристов. Накануне утром они отправились на машине в горы, а вечером на пульт оперативного дежурного отряда «Кубань-Спас» поступил сигнал о помощи. Спасатели тут же начали поисковую операцию в районе горы Бацехур. Прочесав лесной массив, они обнаружили у подножья заглохший внедорожник и троих заблудившихся туристов. Все оказались целы и невредимы. Людей автомобиль спустили вниз, где пропавших туристов уже ждали их родственники. От медицинской помощи они отказались, сообщает пресс-служба «Кубань-Спас». Тему дорожных происшествий продолжим свежей подборкой аварий в рубрике «ЕДДС». И снова возвращаемся на уже знакомое нам пересечение улиц Дзержинского и Покрышкина. На этот раз здесь довольно серьезную аварию устроила автоледи на белом кроссовере. Она решила проскочить на красный, но сделать это ей не позволил водитель серебристого хэтчбека. Судя по всему, он не знал, что для некоторых автомобилистов желтые и первые секунды красного сигнала светофора считаются зеленым. Ну и напоследок еще одно ДТП, и снова его виновницей стала автоледи на белом кроссовере. Видимо, она так увлеклась беседой с подругой, что не заметила знака «Уступи дорогу». В итоге она выскакивает по второстепенной Энгельсе на главную, северную, прямо перед отечественной легковушкой. От сильного удара машина-нарушительница вылетает на обочину, а 14-я таранит стоящую иномарку. Очевидцы тут же бросаются на помощь пострадавшим, а автоледи, выйдя из своего дорогого авто, то ли хватается за голову, то ли просто поправляет прическу. Видимо, про таких особ говорил один из наших великих современников. Если женщина решила сесть за руль, не стоя у нее на пути. Великого комбинатора из Краснодара задержали воронежские правоохранители. 30-летний мужчина пытался провернуть довольно необычную аферу. Приехав в гости к родственникам в Воронеж, он обратился в один из городских отделов полиции с заявлением об угоне автомобиля. Фабула событий, которую он изложил следователем, была такова. Оставил на ночь свой внедорожник возле дома, а утром его там не оказалось. По факту автоугона, стражи порядка возбудили уголовное дело и начали собирать улики. Проверив пропавшее авто по базе данных, оперативников заинтересовало одно обстоятельство. Буквально за несколько дней до исчезновения внедорожника, хозяин его застраховал, в том числе и от угона. Иномарка была не из дешевых, поэтому сумма выплат по страховым случаям должна была составить 6 миллионов рублей. Странное совпадение, по мнению следователей, вполне могло стать мотивом преступления. Поэтому пострадавший тут же стал главным подозреваемым. Сначала автовладелец свою вину отрицал, однако под гнетом веских доказательств все же сознался, что машину отогнал в укромное место. Рассчитывая получить страховые выплаты, собирался перегнать внедорожник назад, в Краснодар. Однако вместо этого ему предстоит другая поездка, в места не столь отдаленные. Там он может провести до двух лет под стражей, после того, как завершится расследование уголовного дела, которое он фактически сам же инициировал. Наш выпуск на этом завершен. Берегите себя и соблюдайте законы. Ну и поменьше неприятных происшествий на вашем жизненном пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова